Итак, это видео будет о покупках, сделанных просто в супермаркете в местном карафуре на 114 турецких лир. Для начала я покажу всякие новогодние штуки, которые я приобрела. Это вот таких вот 6 сердечек на елочку. Да, да, здесь тоже есть Новый год, все в порядке. Вот такой вот колокольчик с шариком. Вполне себе уместно. Мне кажется, все такое уже у нас нужно найти. Скорее всего, это... Да, это с Измира. Я думала, это Китай. Окрашения. И вот такие вот с сердечками я взяла, выбрала гирлянду. Она была со скидкой 10 турецких лир. Вообще нашла. В первую очередь покажу лор пейнир. Это как творог, я думаю, сейчас на вкус я попробую. Стоил он почти 2 лиры. Около 1 доллара. И здесь практически полкило этого творожка. Также вот такая вот сыр. Ну, фрукты, скорее всего, конечно же, дешевле получаются. Говорить, конечно, ничего не нужно. Здесь полкило мандарин на доллар. Яблочки. Я выбрала именно такие. Так, ну, раз я как-то по овощам, покажу еще вот такую полезную вещь. Семизу ту называется. Я не знаю, как по-русски. Мне очень понравилось, как это выглядит. Листики такие. Ну, и, в общем, это очень полезно. Здесь что-то много. Давайте посмотрим здесь. 886 грамм. Почти 4 турецкие лиры. Чтобы получить доллар, делим на пополам. Дальше. Перейду, наверное, я к орешкам. Вот такая вот упаковочка орешек. У тех арахис. Также миндаль. Очень такого крупного размера. Миндаль здесь килограмм стоит 70 турецких лир. Ну, это практически цена такая же, знаете, как у нас. Только что... Только что по вкусу мне очень нравится. Все свежее, конечно. Это я выбрала, наверное, кестанет. Я забыла как-то по-русски. Вот, посмотрите и скажите мне. Каштаны, да, вроде бы. Ну, просто хочу поджарить и попробовать, как пойдет. Вообще, орешки я люблю. Та-дам! Что я нашла? Кефир. Конечно же, здесь есть очень много молочных продуктов. Кефир. Я бы не смогла жить без кефира. А Иран, конечно, в Турции всем известный. Очень вкусный. Чай. Просто упаковочка чая. Черного. От этой фирмы Курахур. Курахур. Черный чай. Здесь 500 грамм. Ну, чаек. Сейчас я попробую найти в этом длинном списке. В чеке. Чай, я думаю, дешевле стоит. Верно, чем. Зеленый чай стоит практически 6 турецких лир. Липтон. Не стала я запариваться. Хочу, конечно, чай на развес зеленый пить. Также покажу к покупкам. Это оттуда же сделана покупка. Ежедневник. Я прямо сейчас с вами его открою. Но я уже хотела ежедневник. То есть, у меня есть свои системы, как вести ежедневники. Скоро Новый год. И пора начинать новый ежедневник. У меня так и получается, что ежедневник заканчивается к Новому году. Открываю. Возможно, сделаю видео по целям года 2015 и о введении ежедневника 2015. Но мне не удалось прям перевести весь ежедневник. Он был у меня на кольцах. Я привезла только бумажки, чтобы полегче было ввести. Все, здесь уже на двух языках 2015-2016 год. Ежедневник такой 34 турецкие лиры. Допустим, 15 долларов. Обычная цена на ежедневники. Мне вот нравятся ежедневники без всяких датирований, там, по часам. Это вообще не нравится дело. А здесь, в принципе, все удобно. Вот пиши, рисуй. Ну, здесь месяца уже на турецком. Один недели на английском и на турецком. И в конце имеется карта. На вот такой вот ленте. Конечно, я выбрала желтый цвет. Я думаю, это я все показала на 100 турецких лир вам. В принципе, покупок, мне кажется, для меня очень даже немало прилично. Всем хороших предновогодних покупок. До новых встреч. Пока-пока.